Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сыгран 10-й тур турнира претендентов, который проходит в это время в Берлине. И самой интересной партией этого тура была не встреча лидеров этого турнира американца Фабиана Каруаны и азербайджанского гроссмейстера Шахриера Мамедярова, а аутсайдеров этого соревнования российского гроссмейстера Владимира Крамника и армянского шахматиста Леона Ароняна. В этой партии получилась очень интересная комбинационная игра. На протяжении возрастала с каждым ходом, и все это вылилось в ужасную ошибку одного из соперников. Ну и что повлекло за собой результативность этой партии. Итак, в этом поединке Крамник играл белыми, сыграл Е4, далее Е5, конь Ф3, конь С6, слон С4, слон С5. И здесь Владимир Крамник решил повторить опыт своего соотечественника Сергея Калякина и пошел конь С3. На самом деле такая очень беззубая схема, но видимо уже все устали от этой системы с С3, Д3, поэтому на С3 по старинке ставят коня. Конь Ф6, Д3 и вот в этой ситуации Грещук в третьем туре против Калякина сыграл А6, не допуская связки коня ходом слон Ж5. Также здесь заслуживает внимание симметричное Д6, с тем, чтобы после хода слон Ж5 сразу же заняться вот этим слоном ходом А6. Но здесь Ливон Аронян показывает, что играть эту позицию черными можно практически как угодно, и делать такой вот полезный ход А6. Ну конечно ход А6 довольно полезен с той точки зрения, что слона при случае можно на А7 переставить. Где-то есть идея коня 5, чтобы разменять вот этого слона, он уже на Б5 не убежит. Но здесь белые первыми начинают размены, играют конь Д5. Ну такая вот стратегия, видимо идея Крамника в том, чтобы освободить поле С3 для пешки, все-таки дальше этот план С3, Д4 провести в жизни. Ну дальше будет у нас размен, Д6, и в этой позиции белые играют слон Е3. Вот в этой позиции, предвосхищая события в этой партии, можно было пойти вообще слона 7. Конечно, такой ход кажется нелогичным, потому что понятно, что на эту позицию станет или ладья, или конь черных, и там эта фигура будет пассивна, но в то же время здесь Ливон Аронян так довольно быстро побил на Е3. Ну конечно формально этот ход самый лучший, и сразу ничего плохого здесь нет, но проблема в том, что Аронян почему-то вот такие позиции с завидным постоянством играет не так хорошо. Дело в том, что в 2016 году он вот так черными тоже побил на Е3 в партии против Вишантана Ананта. Это был турнир в Цюрихе, и там Аронян достаточно быстро буквально провалился на королевском фланге. Партия получилась очень поучительная, и все, кто хочет посмотреть эту партию, переходите по ссылке в описании. Действительно там очень интересный дебют, ну и соответственно очень такая инструктивная игра экс-чемпиона мира по реализации перевесов подобных позиций. Но здесь у нас вот этот размен вроде бы неплох для черных, потому что в белых пешки сдваиваются, но конечно любители шахмат знают, что сдвоенные пешки не всегда плохо, потому что сдвоенные пешки могут быть сильные, если они контролируют важные центральные поля. Вот здесь вот так вот ощетились вот эти пешки, контролируют важнейшие поля, и Д4 поле, и Ф4 поле тоже очень важное для черных фигур, туда не может зайти уже конь черных. Ну и самый важный стратегический фактор, это то, что открывается вертикаль Ф для ладьи белых. Кстати, при наличии белопольного слона, который давит на Ф7, это вдвойне приятно. Приятно, конечно, для белых. Белые сделали короткую рокировку после короткой рокировки со стороны черных, ну и далее Ливон Аронян демонстрирует, опять же, творческий подход к этой позиции. Он здесь предпринимает маневр Бреера, конь Б8. Из испанской партии известен этот маневр, конь переставляется на Д7, дальше пешка может пойти на С6, потревожить этого слона. Ну хорошо, белые играют Б4, захватывают пространство на ферзьевом фланге, далее следует ход конь Д7, ферзь Д2 и С6. Слон отходит подальше на Б3 и следует ход А5. В этой позиции черные уже вознамерились всерьез заняться белопольным слоном белых, они хотят сыграть А4, ну и дальше после перехода слона на поле С4 вообще его выиграть ходом Б5. Поэтому здесь логичный ход А3, далее конь Ф6, А3, не пускаем коня на Ж4, и далее следует ход А6. Симметричный ответ на ладья А, Б1. Кравник настроен решительно, после взятия на Б4 он показывает, что не хочет менять ладьи, и отдает здесь линию А, но впрочем эта линия здесь черным особо не полезна, потому что полей вторжения не будет. Далее Б5 играют черные, ферзь С3, нападаем на пешку С6, слон Д7, развитие и защита. Ладья Ф2, видимо белые здесь вознамерились поставить вторую ладью на Ф1, и сдвоить ладьи по линии Ф. Вот здесь уже после хода ФЕ, сразу же при постановке ладьи на поле Ф1, маячит жертва качества на Ф6. Очень много таких партий играется на уровне массовых разрядов. Дети 7, 6, 8 лет играют эти позиции очень бодро, и довольно часто белые выиграют очень быстро, пожертвовав качество на Ф6, сдвоив здесь пешки, ну а дальше проведя матовую атаку на короля черных. Вот как ни странно, на самом высоком уровне в этой партии мы будем видеть в дальнейшем практически то же самое. Ну конечно с той большой очень поправкой, что действительно черные здесь действуют очень-очень упорно, и защищаются на самом высоком уровне. Ферзь Б6 играет черные, ладья Е1, защищаем пешку на Е3, ладья ФЕ8 и конь Х4. Ну в принципе это генеральный план белых в такой позиции, отвести коня на Х4, вот здесь открыть дорожку для ладьи, ферзя перебросить на королевский фланг, где-то в район поля Ж3, и просто поставить мат черному королю. С5 играют черные, напрягают пешку на Б4, ладья ЕФ1, мы видим, что диагональ Ж1, А7 перекрыта, поэтому ферзь уже на Е3 не контролируют, белые этим же и пользуются. Далее ЦБ, и вот в этой позиции крамник велерный ход делает, он играет ферзь Е1, и хочет перебросить ферзя на Ж3, при этом жертвует пешку. Понятно, что вот в этой ситуации ход АБ особо ничего не давал, после хода А4 мы видим, что и ферзь продолжает нападать на пешку Е3, и слон сейчас под боем. Поэтому здесь черные получают уже практически выигранную позицию. Защищенная проходная по вертикали А очень сильна. Но ферзь Е1, играют белые, далее следует ход Д5 и АБ. Заметим, что после хода Д5 к защите коня на Ф6 подключается ферзь. Но понятно, что если сразу забрать на Ф6, то бить придется все-таки черным пешкой. Поэтому напряжение сохраняется. ДЕ, далее следует ход БА, ладья бьет А5, и здесь крамник все-таки не решился на немедленное взятие на Ф6, сделал полезный ход конь Ж6, и вот в этой позиции Аронян начал ошибаться. Конечно, если вы создаете давление на положение соперника, вы даете ему шанс ошибиться, и даже самый сильный шахматист может в какой-то момент дрогнуть. Вот здесь Аронян сыграл слон Е6, для того, чтобы разменять белопольных слонов. В то же время ход ладья А6 заслуживал внимания. Дальше такой очень интересный вариант. Если белые пойдут на основные продолжения путем жертвы качества, ладья бьет Ф6, ЖФ, Ферзь Ж3, то далее холодно Ферзь Д6. Удобного отскока у этого коня нет. Можно вот здесь побить пока на Е4, король Ж7, такой очень смелый король здесь. Ну и дальше следует ход конь Е7. Король Х8, Ферзь Х4, нападая на пешку Х6, Ф5. Это защита по шестой линии. Далее следует взятие. Ферзь Ф6, попытка разменять Ферзей, Ферзь Х5, белая вежливо отказывается. Ладья Ж8, происходит взятие, размен на конец Ферзей. Ладья Е8, слон Б3. И после хода Х5, Ж4 мы видим, что у белых не хватает качества, но компенсация за него вполне приличная. Ну слон Е6 сыграли здесь черные. Далее взятие на Е5, ЕД. И вот в этой позиции, когда у черных появляется очень опасная пешка Д, Крамник наконец бьет на Ф6. Очень смелое практическое решение. Ну конечно, легко быть смелым, когда ты в турнире претендентов делишь последнее место со своим соперником. И в этой партии, которая фактически ничего не решает, можешь проявить вот такие вот творческие начала. Но в то же время, конечно, партия весьма-весьма важная, несмотря на это. Потому что смотрит весь мир, не хочется все-таки проиграть. Но Крамник и не боится проигрывать. Он смело идет вперед. Недаром он на пресс-конференции, которая была вступительной к этому турниру, он как представитель шахматистов на ней присутствовал. И он говорил так, что я хотел бы, конечно, играть здесь как шахматист, такой прагматик, но скорее всего вы увидите Крамника-художника. Вот мы видим Крамника-художника, в который раз действительно у Крамника здесь самый низкий процент ничьих. Он или проигрывает, или выигрывает. Вот в этой партии он начинает вот эту атаку, бьет на f6. Конечно, от этого хода долго он очень удерживался, но в то же время не смог себя отказать в удовольствии побить. Дальше Ладья бьет f6, и в этой ситуации d2. Вот такой отвлекающий, очень интересный маневр. Если забрать на d2, чего белые не сделали в этой партии, то следует ход Ладья a1, и если пойти король h2, что кажется вполне естественным, то черные здесь довольно легко выигрывают. Ферзь b8, можно было в принципе и ферзь c7 пойти. Идея вся та же, это связка по диагонали h2 b8. Ну и далее на ферзь d4, контратака Ладьи на a1. Бьем на b3, открываем еще нападение на коня со стороны Ладьи. Забрали, слон c2, мы видим, что здесь слон черных не поебает, чего не скажешь о коне e5. У черных остается лишняя фигура, поэтому после Ладья a1 придется ходить король f2, ферзь a5, ну и здесь черные получают достаточно солидный перевес, потому что они контратакуют, ферзь он далеко не уйдешь, потому что будет шаг на поле e1, ну и черные потихонечку перехватывают инициативу. Но Крамник здесь посчитал этот вариант, пошел ферзь g3, поставил шаг, постоянно будет теперь угроза d1 ферзь. Король отходит на f8, и вот в этой ситуации белые играют Ладья f1. В этой позиции они могли сыграть конь d7, что было хуже, но дальше были интересные очень варианты. Оказывается, после вот этой вилки нельзя брать коня. Если забрать слоном, то следует моментальный мат, Ладья бьет f7. В этом случае надо ходить король e7, а дальше на конь бьет b6, шаг, ладья a1. На король h2 оказывается, что лучше всего дать ладью на поле h1, для того, чтобы завлечь короля под шаг новопревращенного ферзя. Если сразу поставить ферзя, то белые могут пожертвовать качество и начать атаку ходом ферзь c7. Там дальше очень сложный вариант, в итоге белые не рискуют проиграть, может даже могут и выиграть, поставить мат. Но черным как-то проще здесь сыграть ладья h1. Дальше, король h1, d1, ферзь, король h2 и забрать эту ладью. Но вот здесь белые мат не ставят, потому что король убегает на королевский фланг после этих шагов. Слон e6, ладья e6, конь d5, ферзь d2. Здесь у черных есть определенный перевес, но достаточен он для выигрыша или нет, это большой вопрос. Но ладья f1 сыграли здесь белые, защитили поле d1, отвели ладью. Ну и дальше следует ход ладья a7. Следует ход конь g6, шаг. Понятно, коня брать нельзя ввиду того, что пешка связана на f7. Король g7, приходится выходить королем. Но опять же, удобные отскоки у коня есть, но сразу они ничего не дают. Крамник шахнул вот таким ходом, конь f4. Король h8 убежали, конь h5. Создается конкретная угроза ферзь g7. f6, для этого ладья на седьмой ряд стала, чтобы поле g7 прикрыть. Далее следует ход конь бьет f6, ладья f8. И в этой позиции ферзь f4. Создается угроза взятия на h6. Напряжение нарастает. Ладья h7 сыграли черные. Понятно, на h7 бить нельзя, потому что ферзь на f4 теряется. Поэтому в этой позиции белые играют ферзь e5. И вот здесь критический момент всей партии. Напряжение настолько велико, а Ронян, видимо, так был раздосадован своей неудачной игрой в турнире, что он совершает решающую ошибку. Это очень грубый просмотр. Ферзь c7. После этой ошибки партию уже не спасти. Нужно было ходить ладья g7. Это единственный ход. И дальше очень интересный вариант, в котором белые сооружают вечный шаг без ферзя. Далее можно побить на e6 слоном. Ладья g5. И в этой позиции конь d7. Ладья бьет e5. И белым здесь не нужно бить ферзя. Потому что будет взятие на f1 и d1 ферзь шаг. А нужно бить как раз вот эту ладью. И вот этот небольшой, но очень шустрый отряд. Ладья слон и конь. Противодействует превосходящим силам соперника. Оказывается, что здесь нужно отступать очень-очень осторожно королю. Если пойти король g7, то вот такой очень приятный мат. Ладья g8, король h7 и конь f6. Даже без участия слона мат этот сооружается. Если пойти король h7 правильно, то белые дают шаг. И снова у черных есть возможность ошибиться. Если пройти король g8, то конь f6, король h8. Вот такая матовая картина. В принципе, слон тут тоже не поучаствовал именно в этом мате. Ну а если сыграть король g6, то тогда мы играем конь бьет е5. В принципе, у белых здесь уже солидный такой материальный перевес. Но правда, не надо забывать о пешке d2. Ладья f5 шаг, король h4, конь g6. Далее следует король на g3 и ладья f3. Ну тут мы видим, слон опять сыграл вспомогательную роль. Но здесь дело в том, что после ладья f7 можно опять сыграть король h8. У белых нет мата, к сожалению. Они опять же не могут побить на b6, потому что у черных ферзь появится на d1. Поэтому лучше всего закончить партию вечным шахом. То есть белые шахуют по полям f8, f7, а черный король бегает по полям h8 и h7. Вот так могла быть ничья в этой партии. Видимо, закономерный результат, очень красивый. Но ферзь c7, вот этот мазок, испортил всю картину. Ну и здесь Владимир Крамник имеет мат в 7 ходов. То есть вот так получилось. Он играет конь е8. В принципе, он мог сделать то же самое ходом конь h5, что он сделал в партии. Видимо, Ливон Аронян не заметил того простого момента, что после хода ферзь бьет е5. Следует вот такой вот мат. Здесь на g7 поле отнимает конь. Ну и дальше вот такая матовая картина. Ну а если здесь защищаться более упорно ходом король g8, то на самом деле это не спасает. Ферзь е6. Владья защищается на f7. Конь f6. Король g7. Ферзь g4. Ну это все форсированный вариант. Ну и дальше очень такой красивый мат в центре. Задачный такой мат. Конь е4. Как мы видим, в этой картине слон принимает самое действенное участие в матовании поля d5 под его контролем. Ну вот так партия закончилась. После хода конь е8. Ливон Аронян сдался. Не дотянул он до контроля. Ну это очень такая красивая победа Владимира Крамника. Но опять же во многом благодаря вот этой ужасной ошибке на 36 ходу со стороны черных. Так или иначе, после вот этой победы создается впечатление, что Крамник как птица феникс восстал из пепла. Ну и дальше к завершению турнира разыграется. Конечно за первое место бороться он уже не будет. Но в то же время свою честь он спасет. Надеемся, что вот этот художник Владимир Крамник в дальнейшем раскочегарится и нам предоставит еще немало таких красивых партий. Ну а Ливон Аронян после этого поражения опустился на последнее место. Там он пребывает в не слишком гордом одиночестве. Но все-таки пожелаем Ливону Ароняну не расстраиваться. Я думаю не последний турнир претендентов на его веку. И нужно делать выводы из ошибок. Ну и соответственно идти дальше. Все-таки Ливон Аронян один из лучших гроссмейстеров современности. Я думаю, что он и его помощники сделают правильные выводы. И следующий претендентский цикл нам подарит армянского претендента на звание чемпиона мира. Ну а я надеюсь, что данная партия вам понравилась. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания.